Приветствую вас! Чтобы правильно определить профориентацию ребенка, вам на самом деле нужно доверять больше не прессам, хотя их и можно пройти. Надо понимать, что это очень условный показатель того, чем может и чем хотел бы заниматься ваш ребенок. Куда более правильным было бы ориентироваться на самого ребенка в вопросах выбора профессии. То есть, понятно, что исходить нужно не из того, чего ребенок сейчас хочет, потому что вряд ли он хочет чего-то такого слишком уж серьезного. Я думаю, что ориентироваться вам нужно в первую очередь на то, какие у ребенка интересы вообще. Что его привлекает, что ему нравится, что его интересует, что вызывает у него, скажем так, живой интерес и так далее. Вот. То есть, поработать вам нужно на мозге, например, именно в данном направлении. То есть, что именно вообще могло бы заинтересовать вашего ребенка. Что ему могло бы подойти, исходя, опять же, из его интересов, из его увлечений и так далее, и так далее, и так далее. А после этого уже можно и подумать, а как бы вот взять и все вот это реализовать правильно. Как бы можно было бы реализовать то, что, ну, то, чем увлекается ваш ребенок, да, реализовать это в несколько, вот скажем так, ну, в несколько, ну, например, в несколько продуктивное русло. В несколько такое вот уже более оформленное русло. Понимаете? Я думаю, что вам нужно исходить из интересов вашего ребенка, из его ценностей, из его идеалов, из его стремлений. И только потом уже можно будет думать, как и что можно будет ребенку предлагать качественные процессы. Вот. Если этот ребенок, например, больше занимается там, скажем, вычислениями чем-то вот таким, да, точными науками и так далее, то, естественно, лучше будет, если вы, ну, рекомендуете по, значит, посоветуете ему заниматься именно вот этим. Вот как раз чем-то творческим, да, пойти, пойти куда-нибудь на творческую профессию и так далее. То есть, если ребенок там, допустим, любит технику и так далее, то, соответственно, лучше там что-то техническое и так далее. Вот. То есть, старайтесь исходить именно из контекста того, что ребенку нравится, исходя из контекста того, что ребенку устраивает. Так, чтобы ему нравилась эта профессия, а то, чтобы ему нравилось то, что, например, он будет изучать, а то, понимаете как, будет вот, выберите вы ему профессию с помощью такого вот теста, да, он будет там плеваться, например, или ему будет это неинтересно, или что-то еще. Знаете, хорошего в этом ничего нет. А потом пройдете вы, допустим, тесты сейчас. Ну хорошо, пройдете вы тесты сейчас, ладно. А через, скажем, какое-то время, например, через пару лет, у ребенка будет совсем другой показатель. Я имею в виду, что через пару лет ребенок совсем, может быть, другие результаты покажет, исходя из тех же тестов. И что тогда? Просто подумайте. Полная переориендация, это довольно тяжело и травматично для любого человека. Что говорить о подростке, например, неогребшей психике и так далее. Вот. Поэтому тесты можно прекратить исключительно, как, вы знаете, ну, такой вот развлекательный элемент. То есть воспринимать тесты, как, вы знаете, очень увлекательный, интересный, такой, знаете, боющий, я бы сказал, ну, может быть, полную, более полную картину того, что происходит. Может быть, способностей ребенка, более явное может быть представление о ней, об этой картине, да, может быть. Но ни в коем случае не, значит, какую-то вот рекомендацию, да, ни в коем случае не содержит ни в коем случае, он ни в коем случае не содержит в себе какие-то именно вот откровенные директивы, да, в том, что, ну, в том, что нужно делать. Поэтому, пожалуйста, вот этот момент вы постарайтесь обязательно для себя зафиксировать. И если вы действительно хотите, чтобы у вашего ребенка было все хорошо, то постарайтесь именно вот в этом направлении и двигаться. Я уверен, что тогда ребенок будет заниматься именно тем, что его устраивает, именно тем, что ему нравится и так далее, а не тем, что дал ему, например, тест. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались. Пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Подписывайтесь на канал и линия 19 тысячи т bunu разъединюсь на самом деле. Подписывайтесь на канал и на zurück. Подписывайтесь на Committee then. Подписывайтесь на канал и клип congressional.